И всем привет, с вами я Леонид, и мы сегодня продолжаем играть Герои Меча и Магии, пятую часть. И у нас сейчас новая миссия, вторая миссия, и мы постараемся в этом видео пройти два миссии. И по возможности, конечно, скорость перемещения в среднюю поставлю, там просто обычно и очень быстро есть. Я на среднюю поставлю. Вот тут лучники, и переди нас находятся скелеты. Скелеты четвертлезные клеви различают. Вашему герою нужна не только армия, но и город, в котором он будет получать подкрепление, немедленность, с постройкой города. Герои без него только Пелло проигрывает. Проигрывает из-за того, что у него одна жизнь, и если он погибает в этом бою и не сбегает, то его жизни должен нельзя будет восстановить. Теперь в вашей армии есть стрелки. Они способны атаковать врага в состоянии, пользуясь этим преимуществом. И старайтесь уничтожить противника, пока он не добрался до ваших действий. Чтобы использовать особые умения героя в бою, нажмите кнопку книга заклинаний и выберите умения, которые вы хотите использовать. Вот она книга, она вот тут находится. На данный момент у меня только надзоры есть. Надзоры я использовать не буду, я атакую скелетов. Потому что только 24 скелета было, и смысл использовать надзор. Я просто этого не вижу. 9 скелетов осталось, сейчас 5, и они уже убиты, потому что они открывали моих уменьшек, а по одному ответу дали. И вот убиты скелеты. 4-х лесных левер увеличивает удачу на единицу. Вашему герою может что-то повести, и он найдет артефакт, улучшающий его характеристики, например, датчик. Датчик повышает вероятность того, что отряд героя сможет нанести двойных даров, когда он сажается. Всё, делаем код, забираем в числах лесных левер, и идём к этому интерьеру. Сарабатория красного дерева показывает окружающие территории. То есть, внимание, область он показывает. Вот так. Вот тут город нейтрально покажет. Мы к нему и пойдём, потому что нам, как правильно уже было написано раньше, нужен город. Город, чтобы улучшить, его нужно захватить. Теперь вашему герою предстоит захватить свой первый город. Вы можете отдать приказ атаковать его красавого героя двигаться в городские ворота. И вот, мы уже городу прошли, и сейчас будем захватывать его. Здесь трое мишников и 40 герсян геразитов. Ну так, неплохой, я скажу вам, геразитов. Почему я сейчас в керсян высаду? Потому что, вот, могу, мишников сейчас, даже, ну так, могу, я убил мишников, да, же всё. И мне осталось 19 керсян. А у них, не маленькие, всё-таки, домалька, и за этого я и убил сарабских, и начал по керсянам стрелять. Вот, это всё. Я этот бой выиграл без потери, а обычно могут быть потери. Ваш герой захватил первый город. Здесь вы можете воздвигать сооружения, выполняющие отличные функции. Чтобы построить новое здание, нажмите кнопку «Построить». Не забывайте, что некоторые сооружения можно свести только при наличии в городе других сооружений. А ещё город дают доход. Дань от города идёт. И каждый год вы можете получать по 500, по 1000 и вроде бы 10 тысяч. Нет, 2000, а потом 10. В городах можно нанять новые войска, однако, сделав это можно лишь после посроки определённого сооружения. То есть я уже могу керсян нанять. Любой отрад, нанятый в городе, остаётся в его гарнизоне. Если вы хотите переместить отрад в армию глистящего героя, протащите изображение отрада из гарнизона в армию героя. То есть слева кнопка мыши на иконку персонажа, которую вы хотите перенести. И только вам главное, чтобы здесь был герой. Либо, если у вас там один или все иконки заняты, и тут все иконки персонажа, которые у вас есть в армии, герой-те-герой перетаскивайте сюда и обратно, и вам не нужно по одному персонажу перетаскивать. Это на самом деле удобно. Я забыл посмотреть, ну даже не посмотреть, а вам показать, что сколько на данный момент у меня города приносит. А вот тут даже написано. 522 монеты. Ну вообще он 500 монет приносит. Большую часть городских сооружений можно разделить по следующим категориям, приносящие ресурсы, улучшающие броню города и производящие существ. То есть фермы, вот эти вот, христианские дома, они производят воду. Кузница, она 40, она машины производит для героя. Вот дом заряженный, плюс 500 золотых. Ратуша уже плюс 1000. Так, идём за деревом, и потом в огромную шахту захватываем. 13 фей. Пускай они бегут, а потому что я не хочу на данный момент сражаться с феями. Над них будет потому что немало проблем. Я понимаю то, что некоторым может показаться, что это ошибка, да и может мне тоже быть это ошибка, но так как мне нужны войны, и желательно как может быстрее их набрать, то лучше я... Лучше он подозренный. А вот ясень взбунтовался против короля. Я отправлюсь туда и проучу их наглеца мэра. Лучше обновить. Каждая захватченная шахта каждый день приносит из вашего казну некоторое количество ресурсов. То есть у меня сейчас 4, а на следующий код будет 6. Всё, пойду сейчас к христианам. На ему... На ему получил 6... Нет, 22 христианина, если не ошибаюсь. И потом, я после этого пойду к лучникам. Я возьму ещё у лучников. Лучников. И после этого я пойду и буду захватывать другие зани. В начале каждой недели в городах и сражениях на карте появляются новые существа. Самое время влить в свежие силы роды своей армии. Вот 22 христианина присоединилась. Идём к лучникам в башню. И сейчас сам возьмём их. Сейчас сюда я приду и я подключаю вот это вот здание фермы. Фермы увеличивают прирост христиан и для полученства на плюс 5 в неделю. То есть было 22, теперь 27 должно быть. Я вот нанял ещё воинов и у меня ещё присоединились войска. И у меня уже город полностью прокачен. Я больше ничего не могу строить в нём. Ну, пока что, на данный момент он полностью прокачен. я особо в город могу не сходить. И я там всё равно ничего не увижу. Я сейчас самую быструю скорость поставлю, потому что чем больше скорость, тем лучше. Потому что я так быстрее пройду. Вы можете сохранить текущее состояние игры. Это же ф6. для нас христиан убегает я их догоню и убью. Нужно было вам тут 8 христиан и 4 ополченца. Нужно было вам всё-таки комбинат соединяться, а не убегать. За то, что вы решили от меня убежать, вы заплатите жизнью. неправильно выбрать компьютер сделан, потому что было забыли убить христианин одного. А лучше тебе в 4 сан съедать, потому что так быстрее было. Ну ладно. Забираем дерево, получаем тут 7 дерево. Существуют артефакты, влияющие на боевой дух. Высокие боевые духи дают отряд возможность ходить чаще, чем обычно. Если у отряда низкий боевой дух, то он может пропустить свой ход. Иду к лучшинкам и они убегают. Я оставлю в покое, потому что от них всё-таки не слабые будут потом проблемы. Потерями они маленькие пойдут. это 18 лучшинков. 22 крестьянина здесь. И вот идём к той башне. И сейчас и там возьмём 12 лучшинков. Потом пойдём сюда к ферму. Зайдём к ферме ферме возьмём 22 крестьянина и пойдём к полченцу. Захватим лесопильню потом пойдём крестьянину и следующий тут. Мы всё-таки сыграем армию. Армию на самом деле не просто дарить. Ну, здесь ополченцы сейчас. тут уже опять получатся осталось их на самом деле. Ну, всё, они любят. 416 опыт получил. Опытного и начальник изучил. собираю дерево потом лесопилку захватываю и я иду теперь по ферме и по лучшинам. Собираю их в свою армию. Мира Аскана 3 луны их расположение может оказать рекады в воздействии. Например, после начала недели ангелов увеличивается прирост ангелов и архангелов. Ну, что, могу по поводу этого сказать неплохо. Мне нужно будет потом в город зайти и там нанять воинов. Потому что у меня в городе тоже воины появились. поэтому мне нужно будет в город зайти. я не буду Изабелле Изабелле да Изабель не будет приходить в город чтобы получить еще войска. Потому что сейчас она просто будет сходить и ей этого количества воинов хватает что у нее. Тем более она все равно встречает войска либо постройки в которых она находит еще воинов и покупает их. Она еще никого не потеряла в своих войнах. Так что она может и не возвращаться в город. Плюс одну защиту получил. Иду дальше. хотя пойду скелетом скелет убью и родную шахту получил. Там правда зомби еще их храняют. Ну ладно. Это не главное. Ого. так. Я до них не дотягиваюсь и это обидно. Ну ладно. убиваю сам большой тренд численности и потом будут убивать эти храны. Они уже мертвы и христианин убили в ответ. Да. В этом бою потерял двух христианинов. Ну и ладно. Это небольшие потери. Ну и христианинов легко на самом деле установить. Поэтому я не проживаю. 600 монет получаю. Теперь иду на зомби. А вот зомби сожни убийцы. Их сожни убийцы за то, что больше хп у них и урон у них будет. Да и защит не маленьк. Так. Зор не нужен. Биваю один ряд зомби. Всех садят на оборозу ставлю. Лученьки пока что будут слинять. все стоят лученьки и забыли убивают врожа. Больше никто. Вот эти христиане тоже стоят, а лученьки стреляют и забыли. И все, победа. Всех убил. 990 единиц оптов. Почти тысячу оптов получил за один бой неплохо. Но там уже немного вроде осталось. Вы в любой момент можете посмотреть подробную информацию о герое и его умениях. Получить сведения о его армии и снаряжении. Вот первый значок армия. Тут написано, что сколько уже оптов получены и иногда можно увидеть, что сколько осталось оптов. Характеристики нападения, защиты, колотовство, знания, боевой дух, удачу и ману вы можете увидеть. Здесь написано армия, а здесь боевые машины. Второй значок снаряжение. Показывает, какие вещи герой одеты и книга, в которой будут написаны заклинания, которые ваш герой знает. Третье навыки. Здесь показывают, какие навыки ваш герой знает и профессиональные и особые навыки. Начальная специализация героя определяется в фракции. Потом умения и способности. Первая навыка у меня идет развитая лидерство. У меня дипломатия сбора войск. Уже изучила, осталось только управление казной. И пятая биография. Изабелла единственная отпрыска тренинга и богатого рода Грей Хаунтов. Она воспитывалась вдали от войн и ратных подвигов в окружении многочисленных нянек и слух. Начавшаяся война дала молодой королеве шанс попробовать себя в традиционной мужском деле. чтобы добиться успеха на этом попроще забыть без колебаний используют то немногое что у нее есть. Богатство и свое высокое положение. Специализация. Сюзи нянь. Герои ежедневно жертвуют казну 250 золотых за что стоимость войск обучающих городах в родина порядка снижается на 2% с каждым навыком мини уровня героя. На самом деле забыли изначально это неплохой герой и я вам прочел тем более почему это неплохой герой. Мы идем дальше и я не помню что там именно дальше будет. Неделя бабочки плюс удача если не ошибаюсь и тут лазучки лазучков немало я скажу хотя там написано мало их на самом деле немало и если напишите то что правильно ты ничего не можешь построить то что у тебя нету технологий я вам вот что скажу на средств всех занять технологии не нужны на средств всех занять либо нужно общий количество общий уровень города написан как раз таки сколько нужно для этого здания ресурсов а так просто вы его не любое здание не можете построить там какое-то количество строительных зданий и появляться еще какое-то количество зданий которые можно потом построить будет но это все будет от уровня зависит сам уровень показывает что сколько будет зданий доступен вопрос все по-разному искусство лидерства для подроба магии света нам который позволяет героя изучать заклинания магии света третьего круга и увеличивает их общую эффективность искусство лидерства нам которые увеличивают боевый дух всех существ в армии героя на 3 единицы я снова магии света возьму они чуть больше пользуюсь так ладок кувшины взяли тут деньги взяли и идем дальше так пока нам никто не попадался и тут у нас много зомби и опасность не очень высокая убьем убиваем зомби никак не пошарить я убил уже один ряд крестьяне и мечники стоят ждут когда лучшенький залп взял и убит он я получаю за это больше 190 опыта беру деньги опыт не потому что в этой миссии деньги не нужны будут уже то что строить нужен был я подстроил все а вот на найм деньги как раз и нужны будут так иду вперед принимаю 22 крестьян потом я иду сюда и здесь принимаю 22 крестьяне и потом иду в казар беру там 12 мечников и после этого в палатку иду шкатер точнее здесь вещик 22 из 30 мечников и иду в этот шкатер лагеря наем един единовременно добавляет плюс один к нападающему герою не посещал 19 зомби неплохо у меня пока все саят то лученькие и изобаль ведут бой меньшенькие саят а лученькие добивают зомби я получаю 570 единиц опы особый управление машинами искусство лидерства гнев праведных дарующую защиту ну я с одним машином использую потому что мне они нужны будут мне нужны будут довольно скоро я скажу так так столбой этого дерева подошел и нам доступно видеть где еще один город и мы сейчас туда пойдем передателем пойдем к лучникам возьму лучников ну вот здесь вот после этого казарма к мечникам сделаю ход пойду дальше и пойду в обратную сторону в город возьму еще там войска и после этого я буду уже спокойно играть и я начну возвращать их я же гранизон почти сильнее стал чем у меня армия изобели пожалуй зайду к мечникам их возьму потом только в город пойду все просто пять ходов идем дальше делаем код и идем дальше ну герой потихоньку идет и идет мы смотрим как он идет все мы в городе теперь кто так и не понял что как можно сразу перетащить героя в гранизон потом оттуда вывези берете левую кнопку мыши притаскиваете сюда сейчас покажу вот так делаю вот левая кнопка мыши все полень баллисты возьму я получил 3000 бесплатно я делаю сейчас получаю еще вольнов и потом после этого я беру кузницу закажу купаю баллисту потом палатку и еще тележку боеприпасы и я иду потом дальше тут меч неплохой поэтому пойду за мечом и его правда эльфа защищает но все же я почти дошел до того места я почти дошел до того места Другой из тех артефактов, с которыми может столкнуться Герои влияют на характеристику нападения, силу атаки существ, которыми командуют герои, зависит от этого параметра. Сила такую эльфов, я не убегаю, я красавлю покойник, решил их преследовать, найден артефакт в меньшей мощи. Я иду пока в правую сторону, в город, в нейтральный покажет, потому что нужно их мэру показать, кто здесь главное, потому что они обнаглели слежку. Тут-то грифоны группа, я 7 грифонов принимаю, захожу в этот город, здесь принимаю 10 мечников, и я иду теперь в город. Ну всё. Начал в день, неделя, стихия и воздух. Я захватываю структуру теперь. В первой большой армии есть неточные существа, которые могут добраться до любой свободной клетки аренды, к краничащему пути, не обращая внимание на препятствия других существ из сена. И вот так это расставлю, пожалуй, бойцов своих на всякий случай. Во время осад замка окружённого стенами, ваши пешие солдаты не могут атаковать защитников, пока катапульта не пробьёт бреши в стенах. Ну, по крайней мере, бреши в стене. Так, вот, я прокачал навык, который для осадных орудий был, и я теперь бойцами управляю. И я выбираю, в кого стрелять. Я выбираю лучников стрелять, и я стреляю в лучников. И я их убиваю. Болиста никого не восстанавливает, пока не нужно. И я даю лучникам ответ. Они к тому, что они стреляют, и мне нужно тоже отвечать. Поэтому я делаю им ответ. 98 лучников стреляют, 22, а, 44 лучников. Убивать и 17 лучников. И вражеские оплаченцы смешены почти подошли. 10-х лучников, врага осталось. Использую способность лучников и от 14 до 29 убиваю воинов. Сразу Крифьян и Мещик. Стреляю в лучников, и там... Это... А, там все уже такое было. Ну, неплохо. Сейчас бью по полченцам, так делал Мещик отсюда. Ну ладно. Так, от 1 до 3, от 23 до 47 до 46 до 93. Сюда лучше атакую. Потом... Я еще пропускаю охот. И я жду, когда враг еще ближе подойдет, чтобы его взять и атаковать. Ну что, он все подходит и тут подходит, а я нет. Я более коварный, потому что... А, сейчас по полченцам Борис Соляный. Стар за ним выстрел, 1, 2, 6 убил. И я убиваю ополченцев. Христиан я своих отправляю на вражеских Христиан, а Мещик на вражеских Мещик. Чтоб все было по-честному. Ага, они на микрофоне просто. Ну вот это не очень честно. Минус 1 тратает Христиан. Да, да. И сейчас будет, точнее, минус Мещиков. Соляю Мещиков и не погибают ни слабо. У меня это, вообще, радость большая. Они не понимают, что происходит. Не знаю, как с этим бороться. Ок, я понял. Какой-то выстрел делал. Я атакую теперь Мещик и убиваю. Ну все, победу. Начальное образование я изучу, потому что это плюс опыта дает. Этого достаточно. Теперь нужно отвезти войска Николасу. Мы должны спешить так, как будто сам Крэк Хак гонится за нами. Я stepping на нем. Давай довезти. icles Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я просто сейчас при этом буду стрелять и больше, наверное, троху убить. Пока играю от обороны. Ага, на моих лученьках, значит, полезли, да? Сразу на лученьках. Ну ладно. Крисиане молодцы убивать себя. Не забыли убивать этого волка. Ах, гонщик. Давайте, набивайте их. Не убили, убили. Берите гонщик. Одна гонщика осталась. И она даже... Сейчас она погибнет от мечника. А Крисиане не добьются. Ах, гонщика. Ну всё, победа. Ну, подтвердим на свой. 3,8 я получил. Когда уровень вашего героя повышается, вы можете выбрать ему новый навык. Улучшить уже изменяющийся или изучить одно из предполагаемых уникальных умений. Протяжение магии, дарующие благословения и сильная магия света. Сильная магия света. Навыка, которая позволяет герою изучать заклинание магии света. 4-го круга магии света работает ещё эффективнее в протяжении магии. Умения, которые увеличивают максимальную возможность запас магии на 50%. И дарующие благословения. Умения, которые распространяют эффект заклинания божественной силы на всех, и заставляют действовать заклинание снятия чар в определённой области. Ну, у 2-й это количество используемых на них мани. А сотворение этих заклинаний герои тратят только половину своей инициативы. Если сейчас найду ненадолго, я просто окно открою, просто становится жарко в моей комнате. И мне не очень приятно становится здесь находиться. Даже вообще офигенно, сынок. У меня и так было к нему, и мне всё равно жарко. Сраня. Нанимаю ещё 20... Ну, беру, точнее, 22-го крестьянного. Закажу в город, там строительство, делаю. Улучшение строения, которое появляют существа, позволяет вам нанимать более могучих холмов. Ну, это и так понятно. Башню лучников, потом хижины крестьян. Делаю ход. И иду убивать вот этих демонов. Остановка войск. Ну, как обычно, просто убиваю. Ну, они довольно быстро умирают, на самом деле. Нет, потому что армия, как и не сабы, поэтому быстро и умирают. И них уже здесь сегодняшний раз даже меньше, кстати. Ну, всё. Победа. Мы уже всех убили врагов. Иду сюда бесов. Бесов убиваю. А, бесы тоже крадут. Ясно. Минус один отрав. Сейчас. Будет скоро минус ещё один трет. Это хорошо будет. И всё, победа. Я птирал в этом брюк, проходит. Здесь покупаю ещё 12 лучников. Иду потом сюда в конюшню. В конце этой недели скорость у меня и перемещение увеличивается. Заходим в город. Строй здесь теперь... Кроме существенных битвов можно использовать боевые машины. Чтобы купить такую машину, вам нужно построить в городе Кузинск. Я теперь строю крестьянскую хижину. Делаю вход. Иду на лучников. Врага не играли. Получаю 16 лучников. Иду потом в ферму. Беру себе. Забираю после этого ртуть. А потом на беси иду. Беси отпускаю. Закватываю лесопилку. И радуюсь жизнью. А, нет. Сейчас ещё не радуюсь жизнью. Сейчас строительство ставлю. Именно в городских тавернах вы не сможете нанять новых героев. Скажем, чтобы быстрее разведать карты. Кроме того, у каждого героя есть уникальное умение, которое можно использовать в приключениях и битвах. Все. Здесь я строю башню микрофонов. Она нужна будет. Парю 27 воинов. 22 кирсейна и 5 микрофонов. Все, иду дальше. Неделья в ласточек. Ну, тут только нейтральная левля. Иду сюда, к лучшеньку. После этого прихожу в город. И в городе строю ферму. Ну, и пока делаю ход и иду дальше. Блин. Так, город. Я строю тренировочные залы. Тренировочные залы. Тренировочные залы позволяют использовать особое умение. Подготовка. Героя может подготовить из свойства низшего звена, а ска высшего звена. В течение недели здесь можно подготовить только 7 существ. Это на самом деле мало. То есть у меня опять карты. Легкость подойдет на эту смену. Иду сюда. На левнов. Левнов и убиваю. На второго облака. Смотрю, как он будет убивать. Ну, пока он неплохо убивает. Все, выжимаем. Он дальше подойти не мог. Мы идем дальше. Здесь много лучников. Это неплохо. Мы сейчас к ним подойдем и постараемся, используя дипломатию, их себе нанять. Нанимают здесь воинов. И мне денег не хватает. Круто. Как правило, существа из лучших зданий обладают новыми умениями. Некоторые такие умения работают автоматически. Как, например, способность мечников прикрывать ближайшие существа щитом от вражеских кистрел. Делаю код и иду на лучников. Ну, все, иду на лучников. 25 лучников. Пускай отступают. А я беру ветер-сос. Ого, на один артефакт. Много огненных демон. Ну, пока не пойду на них, пойдет на весов. Так, 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 так. 13, 14, 15. Ой, 15, 15, 15, 15. Беру способность, учаляю и убиваю два зла воина. То есть я все убиваю. Ну, все, я просто на автомате, значит, закончен бой. Минус 5-9, потом минус 9. Так, ученые. Умение, которое позволяет герою учить заклинания других героев. Ну, ученые, это все-таки не похоже на навык, и я возьму, пожалуй. Я сейчас иду на крестьян, и по возможности я к себе возьму. Если они захотят, я их себе возьму. Если они захотят, извините, вы умрете. Красотенький тянет, захотел-ка мне присоединить, правильный выбор. Тырки встало, здесь много лучников. Я иду лесопилку захватывать ей. И тут уже бой начался. Это серьезно. Ого, вот у меня болельщики здесь. Это плохо.